Всех приветствую! Продолжаем о ножах и сегодня у нас ножичек от пирата Коробочка зелененькая Со странными надписями В охотку Серия ножа загородного при имении Выглядит это конечно смешно Не на всех коробках такие опечатки Но тем не менее вот встречаются И это у меня уже не первое Здесь у нас нарисовано Дерево, шалаш И вилка с ножом В общем рубим, строим дома И едим Здесь интересная надпись И достаточно правильная Следите за остротой режущей кромки И отсутствием влаги на клинке Это прям по любому так надо Это сохранит ваш нож На долгое время И избавит от покупки ножа на замену Точно Вот это прям совет дельный Разрешено к свободному ношению На всей территории Российской Федерации Холодным оружием не является Буковка А Значок пирата Здесь у нас Моделька Ничего не понятно Ну ладно, главное это не коробочка А что внутри? Достаем Здесь у нас ножичек Ножичек В тактических ножнах Прям вообще Полный тактикал По ножнам чуть попозже Рукоять И очень она что-то мне напоминает Ладно, достаем ножичек Как он выглядит Старшина моделька у нас Но на деле, конечно же Он очень и очень Напоминает Ножичек от ООО ПП Кизляр Коршун 2 Прям вообще Люто напоминает Всем Здесь у нас Стеклобойчик Под темлячок Отверстие Рукоять Такая Резинопластик какой-то Здесь у нас Что написано Сталь 65Х13 52 55ХРЦ Надпись хорошая Интересная Мне нравится Когда Все описывается И обо всем подробно Пишет Пишут Обработка у нас В зеркало Здесь у нас Снятые фаски Ну это Даже я не знаю Не получается у меня Это назвать Фальшлезвием Ну нет Это не фальшак Форма Клиппоинт И очень похоже На боуи Так что Возможно Это и боуи Даже Спуски Вогнутая линза По ощущениям Проверим Да Линзочка Вогнутая Видим Просвет И здесь Точно так же Монтаж Рукояти С одной Сквозной Я честно говоря Не знаю Как Одевается Рукоять На хвостовик Поэтому Врать не буду По этому поводу Здесь Чуть-чуть Есть Зазорчик Ну можно Надавить И будет Как Закреплена Рукоять Я не понимаю Никаких Втулок Ничего Нету То ли Приклеена То ли Может быть Она вообще Обливается Вокруг Хвостовика Не знаю Это надо Срезать И смотреть Ну мне пока Жалко Даже Пирата Жалко По цене По поводу Старшины И Коршуна Коршун Дороже Примерно В два В два с половиной Раза Так что Разница В принципе Небольшая Еще разочек Наш старшина Что по стальке 65Х13 В принципе Сталь не особо Ржавучая Делают из нее Режущий инструмент И просто Инструментальный Считается По составу Углерода 0.65 Хрома 13 Примерно Если быть точным То Хрома 12 14 Заявляют На эту стальку Вот как-то так Ну твердость Все понятна 52 55ХРЦ Кромочка В принципе Будет и садиться Достаточно быстро Ну и точить Ее должно быть Легко Так что В этом плане Проблем с ножом Быть не должно Я больше сторонник Того чтобы нож Быстро Правился Нежели Держал годами Заточку Потому что Ну я Слабо верю Что есть ножи Которые держат Годами заточку И которыми Ты работаешь А вот быстро Поправить Это Достаточно Удобно Удобно И хорошо Так Перейдем К замерам Параметров А потом Будем о ножнах Там Много есть Чего сказать Вес 253 Немаленький Докинем Ножна У меня Кстати Коршуна Нету Пока я не знаю Буду я им Обзаводиться Или нет Итак Общий вес 394 С ножнами Длина клинка Ну Клиночек У нас Достаточно Длинный 16 сантиметров Или 165 Ой 160 миллиметров Ну конечно 160 Перед нолем Пятерочка Ширина Клинка Пита у нас Достаточно Большая Здесь можно Даже сказать Что то Типа Чуэла Правда Квадратного Но Сюда Достаточно Удобно Ставить Палец На пите У нас Ширина Примерно 26 Миллиметров Где у нас Режущая Кромочка Начинается Примерно 31 Миллиметр До момента Где у нас Клиппойнт Ну тоже 31 Миллиметр А с Клиппойнта Начинается Сужение Сужается Сужается И здесь Примерно Уже 15 Миллиметров Здесь у нас Ребро Треугольной Формы Вот Спуски Идут Линия Спусков Скругленная Здесь Ребро Не ярко Выраженное Здесь Более Ярко Выраженное Спуски Ну на первый Взгляд Примерно Где-то Две Трети Хотя Конечно же Все это Меняется Так как Геометрия Ножа Изменчивая Итак До спусков Ну может быть С двумя Третьями Погорячился От обуха До спусков Примерно 12 Миллиметров Сами спуски Получаются Примерно 18 19 Ну где-то Примерно 18 Миллиметров Вот здесь Вот они Уже Больше 19 Миллиметров Здесь Вот уже Вообще Под 20 Миллиметров В общем Спуски Вполне Себе Широкие Общая Длина Ну На общей Длину Линейки Конечно Не хватит Общая Длина Примерно 285 Миллиметров Какие параметры У коршуна Второго Я честно говоря Не помню Сколько Сколько у нас Рукоять Буду мерить Ее Пластиковую Резинопластиковую Часть Без стеклобойчика Примерно 120 Миллиметров Можно в принципе Вот это Все сказать Наверное О коршуне По параметрам Потому что Наглавит Ну прям Вообще Один в один Еще разочек Обух Обух На первый взгляд Около Четырех Миллиметров Сейчас померяем И померяем Даже угол Примерно Сведение Полный Ну это я Что-то Пожмотился Миллиметрами Четыре И Шесть Посмотрим На стеклобоя Четыре И шесть Вижу ли Я сужение Ну как-то Невнятно Ну по ощущениям Где-то вот отсюда Что-ли оно Начинается Сужение Посмотрим Здесь 4.5 4.6 В этом месте Здесь тоже 4.5 4.6 Здесь вот 4.3 В этом месте Здесь 2.9 Ну в принципе Кончик достаточно Толстенький Геометрия вообще сложная Поэтому здесь И замерить Что-то внятно Тоже Сложновато Здесь и фасочки Сняты И ребра В общем Достаточно Необычное Много Чего В себе Сочетает Посмотрим Сведение У нас Какое Так Спуски у нас В Вот так Примерно В 0.9 Миллиметра Сколько у нас Ширина режущей И конечно же Все это посчитаем В голове Я не высчитаю 1 И 3 Примерно 1.3 Ширина Подводов В общем Посчитаю Напишу К тому Как изготовлен Нож В принципе Да ничего здесь Критичного Я не вижу Ну какие-то Облойчики Торчат Швы Есть Но ничего Прям Критического Вообще Сказать Не могу Ну есть здесь Конечно При надавливании Зазорчики Появляются Но они Совсем Махонькие Ну конечно Желательно Их Чем-нибудь Подзабить Чтобы туда Не набивалось Ненужного Примота Клиночка Ну Бывает И хуже Не идеал Но Могло бы Быть и хуже В принципе Нож Бюджетный Что к нему Придираться Коцки Есть Это в общем-то Для пиратов В принципе Обычное Дело Коцочки Какие-то Царапинки Режущая Кромка По ощущениям Вот вижу Замятие Есть еще И подворот У нее Я смотрел Правда Забыл В какую Сторону Вот по-моему В эту У нее Подворот По ощущениям Я чувствую Что Подворот Есть Но В какую Сторону Не пойму Короче Исполнение Конечно Кромочки Не идеал Но В принципе Здесь Она Достаточно По ширине Равномерная Что Не может Не радовать Ей В принципе Это не часто Иногда Очень плавает На пиратах Но Здесь В принципе Чуть Чуть Я думаю Пройтись И будет Красота Посмотрим Рез У этого Шедевра Скапипащенного Ну Срезом Конечно Здесь Более Менее Режет Только Кострю Что-то Совсем Плохо Хватает Думаю Надо Чудо-палочкой Разочек Пройтись После Того Как Поговорим О ножнах Ой Жирковато Еще Разочек Прям Хотел Сказать Корж Он Старшина В руке Вообще Вот Сидит Очень Удобно Рукояти Удобно Хоть Я не люблю Резина Пластиковая Мне больше Деревянная Нравится Но Вот это Вот Прям Отлично Ощущается Она Прям Вот Как Надо Немаленькая Небольшой Удобная Здесь Здесь у нас Ребро Это Не Впивается Хват Такой Удобен Такой Чуть Чуть Не Удобно Но Тем Не Менее Даже Повторяет Форму Руки Вот Так Удобно Так Удобно В общем К рукояти Вообще Претензий Нет Удобно И ширина И толщина Прям Вот Идеал Кизляр Подстарался На славу Поэтому В принципе Я даже Может быть Когда-нибудь Обзведусь Оригинальным Коршун Если они Останутся В производстве У Кизляра Так Переходим К ножнам Ножны Здесь у нас Тактические В целом Может быть Даже И неплохие Но Есть Здесь Моменты Конечно Незачетные Нож Сидит Но Это Заслуга Не пирата Что Для этого Пришлось Сделать Пришлось Греть Язычки Один Язычок Второй Но За это Была И Своя Плата Сейчас Более Менее Сидит Если Мы Застегиваем Хлястик Он Здесь Конечно Выполнен В бесполезном Стиле Потому что Сюда Практически Палец Залезает Поэтому Нож Даже Его Не Замечает Вот Это Надо Конечно Переделывать Петля Под ремень Мне кажется Она Немножко Маленькая Всего Два Пальца Пролазит Поэтому Это Конечно Не зачет Чем Я заплатил Когда Грел Оплавилась Стропа Ее Бы Конечно Хорошо Переделать Ну В принципе Это Касается Кнопка Такая Потертая И Вообще Вот Вот Этого Подвесного Элемента Мне Он Как-то Не Очень Нравится На Кнопках Фиксации Я Не Очень Понимаю Зачем Это В принципе Конечно Предположу Что Это Для Снятия С Ремня Но Надежность Это Конечно Обламывает Ну И Конечно Вот Этот Элемент Как-то У меня Не Очень Доверие Вызывает И Есть Ощущение Что Может Быть Когда-то Здесь И Сломается Как бы Я Передел Я Б Здесь Сделал Кожаную Петлю И Хлястик Чтобы Он Конечно Застегивался Намного Туже Возможно Я Этим И Займусь Это На Ногу Ну Я Не Особо Себя Вижу В роли Джонни Рэмбо Или Какого-то Спецназовца Кому Это Может Понадобиться Но Может Быть Это И И И Место Быть Когда Я Нагрил Этот Язычок Я Подогнул Здесь Даже Чуть Оплавилось Потому Что Пришлось Хорошо Нагревать Теперь Лож Не Всегда Четенько Залетает Иногда Он Упирается Как-то Нехорошо Но В принципе Нормально Входит Даже Держится Практически Без Болтанки Так что Модификация Имеет Место Быть Но Надо Быть Осторожным Особенно При нагревании Вот Здесь Я Чуть Просяев Момент Здесь Как я уже сказал Оплавлено И Надо Менять Нож Естественно В ножны Входит И Под правую И под левую Руку Так И Сяк В принципе Ну Что-то Мне В этих Ножнах Нравится Возможно Если Это Обламывается Можно Высверлить Эти Хольнитены И Делать Подвес Прямо Отсюда Но Обязательно Здесь Зафиксировать Чтобы Нож Сильно Не гулял Так что Ножны В принципе Ну Ну Возможно Имеет Место Быть Но Не Идеал Они Из Двух Половинок Это Видно Они В принципе Расходятся Так что Можно Все Эти Хольнитены Отсюда Высверливать И Ставить Винты Я так Сделал Например На Чем Я Сделал А нет Я еще Ни на чем Не сделал Но На чем Ты Хотел Где-то Я уже Менял Винты И По-моему Это Был Скала Не Помню Что я Там Делал Но Что-то Я С винтами Дел Даже Сейчас Хожу Посмотрю Прям Интересно Потом Чуть Доправим Вернулся Со Скалой Короче Да На Скале Я Здесь Что-то Химичил Ну Прям Иногда Пробивает На Рукоблуде Вот Такие Винты Теперь Стоят Вместо Хельнитенов И Все Выглядит Достаточно Красиво Винты Солишки Вот Такие Можно В принципе Ставить На Старшину Красавица Надо Поправить Пару раз Пройтись Палочкой Смотреть Изменится Изменится Ли Рез Пока Он Вообще Вот Никакой Чудо Палочка Может быть Делай В подвороте Кромочки А может И просто В заточке Ну Все Такие Пират Конечно У них Нажи Одни Из самых Бюджетных Дешевле Только Тесла И то Не всегда Посмотрим Все Уже Пошел Рез Ну Пошел Но Надо еще Пройтись Мне всегда Интересно Насколько Реально Затачивать Бюджетные Ножи По ощущениям Точится Да как Все Точится Никаких Я по ощущениям Не определяю Твердость Марку Стали Это уж Сверхъестественные Способности Которых У меня Нету Есть Кто-то Определяет Твердость Стали Потому Как Точится Но Пока Все Что я Точил Примерно Одинаково Точится Кромочка Заблестела Ну Ка Раз Сильно Я не буду Вникать И главное Не накоцать Сильно Хотя Он и так Покуцан В принципе Нож Оставляет Достаточно Положительное Ощущение Если Если Не брать Расчет Ножны Непонятные Хотя Вот Ножны Которых Кизляры Делают Вот эти Ножи Мне Они тоже Не особо Как-то Нравятся У меня Есть Вот Видите В Подобных Ножнах Как у Коршина От Кизляра Но Что-то Мне Вот Ножны Эти Не особо А сам Нож Кажется Достаточно Удобным И Достаточно Практичным Никаких Волн Никаких Непонятных Вогнутых Геометрий В принципе Геометрия Практичная Не Пока Не хочет Он Резет Надо Увеличить Темп Я Не Люблю Изращения С Геометрией Это Очень Сильно Портит Заточку В Плане Простоты Становится Очень Тяжело Точить Давай Старшина Не Подводи Сейчас Мы тебя Заточим В принципе Заявленная Твердость Не Должна Создавать Проблем Заточкой Вот я Вижу Подворачивается Что ли Кромочка Будем Не Давить И Творить Чудеса Первый Раз Конечно Может быть Достаточно Долгим Пока Под свою Руку Чуть Прибьешь Ну Я же Не Успокоюсь Пока Я его Не Заточу Это Нельзя Оставлять Ну Я Уже Вижу Появляется Неплохая Заодно Посмотрите Как Я Точу Хоть У Меня Есть Много Разных Девайсов Для Заточки Но Пока В основном Я всегда Да не в основном А всегда Точу Руками Без Всяких Разных Точилок Которые Вон там Стоят Синенькая А чисто На руках Давай Старшина Сделаем Конфетку Пока Пока У меня Не Не Был Проблем С Заточкой 40 Х 13 В частности Пиратов Надо же Еще Попробовать Как он Дерево Будет Резать С Пиратов Эх Долго Тебя мучить Старшина В принципе, что сказать о пиратах Брать их можно Желательно очень выбирать Ну и возможно, что придется прикладывать руки Но зато за это вы награждаетесь дешевым инструментом Зачастую неплохим Которым не жалко работать И даже не жалко, может быть, и потерять Хотя мне все жалко потерять Какой-то я жадный Ножечек, как написано на коробочке Желательно очень протирать Вот удобно вот так держать даже при заточке Хотя зачастую на многих ножах Чоэла Достаточно опасная штука Попробуем Поэтому в целом, конечно, пираты Ну, имеют право на жизнь Потому что отдавать большие деньги Например, за ножи С кого Копипастер пирата Ну, лес уже появляется Но все равно, конечно Далек он от идеала Но задачу надо выполнить Хотя сталь здесь не кажется мягкой Ладно, еще разочек Так вот, пройдусь и все И надо закругляться Суть в том, что заточке поддается И уже хорошо Преимущество Вот этой вот резинопластиковой рукояти В том, что обрабатывать ее не надо Защита от сколов Но минус, конечно Когда она будет утрачена Поменять ее, наверное, будет не самая Простая задача Потому что придется прикладывать руки Инструмент Я, честно говоря, пока слабо представляю Как поменять такую рукоять Придется что-то изобретать Либо вытачивать эпоксидочкой Что-то сдобрить Ладно, все, хватит Нет, так нет Значит, не судьба Ну не, рез уже появляется Ох, даже уже бачок подхватывает Не зря ли Да, 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 пират Здесь такое ощущение, что затык Ну да, здесь Чуть подольше поколдовать И, в принципе, ножичек будет готов к работе В общем, что Повозился я С ножичком Конечно, сам виноват Зря я начал на доводочной палочке Его обтачивать Все получилось намного дольше Потому что пришлось все перетачивать Ну, в итоге, конечно, на данный момент Ножичек режет значительно лучше Брид Конечно, не идеал Я понимаю, что надо было все-таки брать камешки посолиднее Чтобы все было быстрее И четче Но, тем не менее, как бы рез у него уже весьма И весьма неплохой Всю кромочку, в общем, перетачил на нем Она и выглядит вполне презентабельно Презентабельно Уже Ну, конечно, надо было начинать все-таки На более крупнозернистых камнях Тем не менее, как бы Суть в том, что Старшину При наличии Хоть каких-то камней Заточить, переточить Можно без проблем Подхватывает Режет Брид Боковушечку Легко прям хватает Сейчас побольше височек А то Тут уже боковушки не осталось Ну да, не идеал Не идеал Бывает и лучше Ну так Ну и деревяшечка По деревяшечке Кстати, мне не очень он пока нравится Грызается он не очень люто Ну, вгрызается Мелкую стружечку Делает Но не идеал Не идеал Чувствую Не идеал И тоненькую тоже может Вот так Вполне годная вещь За небольшие деньги Что в общем По ножу Форма Практичная Обух Толстый Батоним Подрубаем Потому что Ну, ощущается Ножичек тяжелым Для чего Пригодится может Такая форма И такой нож Похода Рыбалка Охота Какие-то Батонинги Дров Хоть там Подрубить чуток Ну, конечно Не толстых В общем Нож достаточно универсальный Из минусов Естественно Вес И, конечно На данный момент Вот эти Тактичные Тактичные Ножны В принципе Вот эта штука Снимается Ножичек Получается В пластиковых Ножнах Не громохучих Но да Вот эта петля Конечно С этим Надо что-то делать Ну, это как По мне Кому-то Может быть И подойдет Для меня Кажется Это узковатым Немножко Кнопочки Порнографичные Отломится ли Вот это Ну, не знаю Выглядит Достаточно Прочным Практически Не играет Но мне уже По-любому В принципе Желательно Менять Из-за Оплавленного Из-за Оплавленной Стропы Но Без Поджатия Вот этих Язычков Нож Вообще Отсюда Выскакивал Просто Да он и сейчас В принципе Выскакивает Достаточно Просто С язычками Не поджатыми Он вообще Вылетал Со свистом Поэтому Руки Конечно Желательно Прикладывать И тогда Будет В принципе Достаточно Неплохой Нож Вот такой Вот он У нас Старшина От Пирата Всем Спасибо Подписывайтесь Ставьте лайки Всем удачи Всем здоровья Не болейте Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры